МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услуги эвакуаторов в Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. В Центральном районе на пересечении Гагарина загорелся уличный фонарь. О произошедшем очевидцы сообщили в службу 101. При этом огонь чуть было не перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Огнеборцы быстро прибыли к месту ЧП и устранили последствия возгорания. Вероятнее всего, оно произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Судебные приставы продолжают демонтаж незаконных торговых точек. Исполнительный документ о сносе очередного строения поступил в отдел судебных приставов. Здание расположено на Ленинском проспекте. В свое время к нарушителю были приняты необходимые меры. Однако в указанный срок должник не произвел демонтаж торговой точки. Именно поэтому суд принял решение о принудительном сносе. На исполнении в ОСП автозаводского района номер 1 город Тольятти поступил исполнительный документ по иску администрации города Тольятти об освобождении земельного участка от модульного павильона на Ленинском проспекте. В адрес должника направлено постановление о возбуждении исполнительного производства с требованием самостоятельно освободить земельный участок. Требованием должником не исполнено. Вынесено постановление о взыскании исполнительного сбора. Должник привлечен к административной ответственности по статье 17.15 КОАП РФ. После принятия мер принудительного исполнения должник приступил к самостоятельному освобождению земельного участка. Взыскателем по данным исполнительного производства выступает администрация городского округа Тольятти. Из-за постоянных дорожно-транспортных происшествий на перекрестке Дзержинского-Курчатова администрация города предприняла необходимые меры, чтобы снизить аварийность на дороге. Согласно новому постановлению, на этом участке появится еще один светофор. Он будет работать синхронно со светофором на пешеходном переходе. Таким образом, будет уменьшен парковочный карман со стороны торгового центра Крокус. Возможно, именно эти меры помогут избежать аварий на этом перекрестке в будущем. Как оформить дорожно-транспортное происшествие без вызова ГИБДД? Это возможно сделать через единый портал государственных и муниципальных услуг. С помощью сервиса Европротокол Онлайн автовладельцу могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника ДПС и заполнение бумажных бланков. Для оформления электронного Европротокола необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, оба участника происшествия обязаны иметь подтвержденные учетные записи на едином портале госуслуг. Во-вторых, в ДТП не должно быть пострадавших людей. И в-третьих, ущерб может быть причинен только транспортным средствам и никакому другому имуществу. Чтобы оформить электронный Европротокол через госуслуги авто, необходимо указать информацию об автомобилях и полисах ОСАГО. Прописать обстоятельства ДТП, сфотографировать нарисованную схему дорожного ЧП, сделать фото места происшествия и указать информацию о нем. При этом достаточно, чтобы приложение госуслуги авто было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить соответствие данных по сгенерированной в приложении ссылке. Быстрее и удобнее составлять Европротокол с двух мобильных устройств. Оформление займет не более 30 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова